всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про 50b взял на нем три отметки а значит есть что рассказать для начала как обычно по традиции посмотрим на броню этого танка как мы видим особо хвастаться нечем но в этом и вся фишка брони этого танка казалось бы ватная башня но местами тут встречаются всякие непонятные такие участки которые не пробиваются рикошетит попасть в них сложно но иногда люди умудряются попасть поднимать башню в принципе не особо есть смысл разница настолько мизерная что можно принципе не заниматься этим но если хотите можете поднимать и маска которая тоже имеет внушительную толщину но основная фишка брони этого танка это в том что корпус абсолютно ватный над гусеничной полки ватные борта ватные башня ватная vld по сути сверху тоже ватный нлд внизу ватный но вот нос корпуса так сказать он имеет внушительную броню здесь приведен к 300 280 380 местами и когда мы боком ее выставляем из-за поворота тут очень много толстых всяких мест броня доходит до каких-то сумасшедших цифр но рядом есть абсолютно тонкие что с одной стороны катка что с другой поэтому выставлять нос корпуса можно и даже нужно для того чтобы иногда разводить врагов на выстрел а если мы развели врага на выстрел наш танк барабанный в ответ мы можем ему дать все четыре а м x 50b это один из лучших танков на которые заказывали три отметки во первых при должном скеле на нем можно практически взять три отметки без использования голды в конце пару боев я сыграл на фулл голде просто потому что у меня не был прокачан перк интуиция те редкие моменты когда голда необходимо перк интуиция абсолютно незаменим поможет вам сэкономить тонну серебра поскольку в большинстве моментов голда ему не нужно вообще суть а м x 50b в том чтобы выкатываться когда вам удобно на врага и раздавать ему барабан вам не нужно танковать на первой линии вам не нужно разводить врагов на выстрел постоянно ваша задача вносить урон врагам для этого у вас есть скорость и барабан максимальная скоростью танка 65 19 хвостиком удельная мощность он реально бодрый быстрый за счет крепкого носа с хорошей броней и внушительного веса таран на этом танке очень грозное оружие альфа у нашего танка 400 перезаряжается секунд 20 и 4 снаряда имеет 1600 урона у нас в барабане с барабана мы никого особо не заберем но половину танка смело можем откусить 2022 год и до сих пор этому танку некоторые люди выцеливают нлд и я вам так скажу это самые любимые мои враги которые стреляют в нлд амx 50b поскольку очень редко они его пробивают пробитие ббшка нас 257 голдой под калиберами 325 базовая точность 035 которую можно разогнать очень хорошо у военно минус 10 играть на танке очень приятно перемещаться по карте приятно стрелять приятно нормальная стабилизация с быстрым сведением но я заметил такое что если не досводишься то промахиваться будешь часто поэтому не досводиться можно позволить себе только вблизи так вот за счет такой динамики быстрой перезарядки барабана и стиля игры где мы вылазим на врага в тот момент когда нам удобно в быстрых динамичных боях world of tanks на этом танке на десятом левеле спокойно можно практически всегда обходиться только бы бешками да в некоторых случаях нужно только голда и с этим нам может помочь перк интуиция чтобы не возить full голду как любят многие сейчас в рандоме поскольку она не нужна всегда пока я брал три отметки на mx 50b я играл практически всегда на бэбэшках в основном средний урон за стримы у меня был 4000 а иногда даже и 5 но вот в конце поскольку не было мне перка интуиция на пару боев я зарядил full голду добил три отметки там уже когда оставался один процент вот в принципе вы видите финальный бой где и получил третью отметку этот танк наверное один из немногих где я вообще не сливал серебро вот абсолютно сколько у меня серебра было столько и осталось это именно та десятка на которой далеко не всегда нужно уходить в минус чтобы получать хороший результат но я вам так скажу что буквально полгода назад или вот я бы на mx 50b не взял бы три отметки даже на фулл голде скилл на этом танке нужен приличный должно присутствовать понимание что происходит в бою наш танк как хищник мы должны найти какую-то жертву отбитую от стада и поехать ее наказать для этого у нас есть либо союзники которые могут развести врага на выстрел и мы бесплатно выезжаем наказываем врага либо на крайняк у нас есть крепкий лоб корпуса которым можно попробовать воспользоваться и нередко получается им танкануть танк очень хороший конечно он скиллозависимый но очень интересный до были моменты когда я играл невнимательно не на сто процентов выкладывался и в такие моменты конечно получались не очень бои но это лишний раз подчеркивает сложность этого танка есть руки есть результат поэтому amx 50b 100 процентов один из лучших барабанных тяжей 10 уровня до прокачки полевой модернизации у меня было оборудование закалка стабилизатор вентиляция но после того как я прокачал полевую модернизацию сведение у танка ухудшилось из-за чего и оборудование сменил на сведение стабилизатор вентиляцию катал я также с допайком а полевую модернизацию вы увидите на экране с вами был арчик играть красиво пишите в комментариях как вам данный танчик всем пока а 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 Продолжение следует... Продолжение следует...